Что с Углидаром? Появляются сообщения, в том числе ВСО признали, что оставили этот город. Какова ситуация сейчас в Углидаре, вокруг Углидара и что это значит? — Тяжёлые бои на этом направлении я не вижу особого значения. Тут, безусловно, военные должны комментировать, потому что ситуация оперативно меняется каждый час в большом объёме. Но мы прекрасно понимаем, что это крайне интенсивные бои на Донинском направлении. Россия там сконцентрировала единственные свои боеспособные ресурсы. Она их использует в полном объёме, не считаясь потерями. И, скажем так, продвигается на небольшие промежутки, территориальные промежутки. Но, тем не менее, это существенного влияния на линию фронта не оказывает. — ВСУ удерживали Углидар, обороняли Углидар около двух лет. То есть это такой город, который уже вписан, конечно, в военную историю страны? — Да, безусловно. Там нету города. Я хочу, чтобы вы понимали, что Российская Федерация — это то, о чём мы с партнёрами говорим. Вы либо это смотрите и наслаждаетесь этим, либо всё-таки мы этому противодействуем. Там нету города Углидара, как и многих других городов, или посёлков, или сёл, которые находятся в зоне введения боевых действий. Россия их просто сносит кабами. Это невозможно оборонять. То есть там ничего нету. То есть всё разрушено управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Мы либо этому противодействуем за счёт авиации, за счёт противоракетной прифронтовой системы, или за счёт резкого увеличения количества дронов и снарядов, которые есть у Украины, или разрушением инфраструктуры на расстоянии 100-150, где находятся аэродромы подлёта для тактической авиации. Либо мы смотрим, как они дальше стирают с лица земли населённые пункты. У Углидар один из таких населённых пунктов, который полностью стёр. Ещё раз, безусловно, военные должны комментировать с точки зрения оперативно-тактических состояний на этот момент. Но я не вижу, что это существенно повлияет на всю линию фронта как таковой. Ну, а Россия сейчас, то есть она в этом смысле не меняет тактики? То есть использование КАБов — это сейчас основной вид вооружений, который они используют? Это корректируемые авиабомбы, их тысячами сбрасывают на украинские города? Безусловно. Два основных компонента сейчас — это по вся линии фронта засыпается, ну и в том числе даже города прифронтовые, такие большие, как Харьков, засыпаются управляемыми авиационными бомбами. Это тысячи бомб, планирующие бомбы. Они там имеют возможность пролёта до 80 километров, чтобы было понятно. То есть, соответственно, безусловно, вся линия фронта полностью засыпана этими бомбами. И второй компонент, который они используют, — это мелкие группы, которые не жалко терять. Это 15-20 человек одномоментно на том или ином направлении. В данном случае мы говорим о донецком направлении, пытаются просочиться куда-то, то есть захватить там метр, два, три. Ты их полностью уничтожаешь. Ну и, соответственно, следующая группа, следующая группа, то есть у них бесконечные вот эти небольшие группы, то есть одновременно управляемые бомбы, в том числе, которые накрывают и своих, и вот эти мелкие группы, которые пытаются просочиться сквозь оборонительные порядки Украины. То есть вот эти два основных компонента тактики, ну и плюс большое количество дронов, то есть дроны разных модификаций, разных форматов, все по линии фронта засыпано. То есть если вчера главным инструментом был снаряд 152-122 калибра, то сейчас главным инструментом является как раз-таки вот эта управляемая авиационная бомба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok